Внимание, боевой расчет. События состоялось. Время старта расчетное. За взлетом ракеты с космодрома Восточный, что в Амурской области, наблюдают и в Приморье. Специалисты Дальневосточного командно-измерительного пункта принимают радиосигнал и контролируют весь полет Нового Союза. Когда ракет-носитель и блоковидение находятся в зоне радиовидимости наших средств, мы снимаем телеметрию с нее. Телеметрия передается дальше в центр управления полетов, где ее обрабатывают. И, соответственно, на нашей информации уже принимаются какие-то дальнейшие решения. Запустить Союз 2.1А должны были еще вчера. Однако в последние минуты полет по техническим причинам отменили. Сегодня все прошло в штатном режиме, констатируют специалисты Роскосмоса. Союз должен вывести на орбиту три космических аппарата. Спутники будут собирать информацию для научных исследований. Но в первую очередь от ракеты отсоединился блоковидения. Затопление блоковидения запланировано на пятом витке. Соответственно, это будет в 15 часов по местному времени ориентировочно. Затопление будет организовано в районе Тихого океана, в районе с наименьшим, по статистическим данным, трафиком судоходства. Напомним, Космодром Восточный – это первый российский космодром гражданского назначения. До его открытия все запуски осуществлялись с Байконура, за аренду которого Россия ежегодно платит Казахстану 115 миллионов долларов. Однако потратиться на Восточный тоже еще придется. Его нужно достроить, чтобы отправлять ракеты более высокого класса, в том числе и пилотируемые. И тем самым сделать российские космические исследования независимыми от других стран. Наталья Смоленинова, Панорама.